Сегодня у нас 13 июля 2022 года и наш вебинар будет посвящен уходу за жирной проблемной и чувствительной, что немаловажно, кожей, в том числе с новинками профессиональной косметики Гильтек. Я постараюсь уделить внимание и молодой, и взрослой проблемной коже, поговорить о том, как производится чистка лица, какие виды чистки лица можно делать, например, с нашими средствами и комбинировать наши средства, например, с какими-то другими марками, если чего-то в линейке не хватает. Также мы поговорим о домашнем уходе, о том, как построить домашнюю рутину при проблемной коже, молодой, возрастной, как комбинировать антиэйдж препараты с противоспалительными препаратами, когда нам нужно использовать косметику вместо лечения, когда мы можем себе это позволить, когда у нас не очень сильно выражен патологический процесс. Естественно, косметику не всякую, конечно, а лечебно-профилактическую. И, соответственно, когда мы подбираем уход, когда драматологам уже назначено лечение, зачастую агрессивное, как, собственно, нивелировать побочные действия агрессивных препаратов. Прежде всего, хочу небольшую такую дифференциацию произвести, то есть определить различия и в подходах к уходу за молодой и зрелой проблемной кожей, и вообще, чем отличается, как правило, молодая и зрелая проблемная кожа. Конечно же, это не чёткие стопроцентные отличия, потому что и молодая, и зрелая проблемная кожа, она может практически идентичную клиническую картину иметь, но очень часто всё-таки эти отличия наблюдаются, скажем так, в большинстве случаев. Если мы представим, как молодую кожу, то кожа, условно говоря, до 25, ну максимум 30 лет, ну чаще до 25 считается кожей молодой на самом деле, то при таком варианте, например, акне и акнеформных драматозов реже наблюдается повышенная чувствительность. А, например, если кожа зрелая, чаще наблюдается повышенная чувствительность, чаще сопутствует акне, например, нарушенному гидролипидному барьеру и связано с тем, что гидролипидный барьер с возрастом начинает всё медленнее восстанавливаться, обновление эпидермиса замедляется, и поэтому, собственно, какие-то проблемы с чувствительностью, они чем старше, тем больше шансов, что они возникнут. В молодой проблемной коже преобладают чаще всего такие формы акне, но здесь как раз надо сказать, что есть небольшая разница между женщинами и мужчинами, потому что у женщин чаще такие подострые и не очень выраженные, вялотекущие процессы наблюдаются, а вот у мужчин, у мальчиков молодых, соответственно, острые бывают формы, фульминантные формы, которые требуют сразу, например, достаточно серьёзного медикаментозного лечения, а именно значения системных ретиноли, в пример. Но всё же, если вот так вот как бы общую статистику представить себе, то всё-таки в молодом возрасте больше преобладают комедональные формы, и либо вот если это гормональный какой-то очень сильный такой всплеск, дисфункция, собственно, идёт по этому пути, то у молодых мужчин бывают острые фульминантные формы. В зрелом же возрасте преобладают всё-таки подострые, но поплопостулёзные формы, то есть учитывая то, что чем старше опять-таки мы становимся, тем меньше выраженность, скажем так, закупоривания пор за счёт того, что они тугие, густой кожаный сал, то есть уже в более старшем возрасте поры становятся более тоничными, кожное сало достаточно легко оттуда, в принципе, эвакуируется, но и заполняются они за счёт этой тоничности тоже достаточно легко, тем более, что у нас всё-таки поры заполняются не только кожным салом, но и с лучным эпителем внутрипоротоковым, поэтому, конечно, если замедляется, собственно, обновление кожи, обновление эпидермиса, то есть замедляется оно не только на поверхности, но и внутри протоков сальных желёз, поэтому угрибывает, собственно, и у молодых, и у более возрастных зрелых людей, но поплопостулёзные формы, которые как бы сразу перескакивают в эту стадию, минуя чисто комедональную форму акне, это больше характерно для зрелой кожи. При молодом акне, да, условно говоря, ну и акнеформных дерматозах, часто поражаются другие сиборейные зоны, то есть, что я имею в виду, это грудь, плечи, спина, то есть те зоны, на которых тоже активность сальных желёз может повышена, и, соответственно, там могут возникать и комедоны, и воспалительные элементы. В зрелом варианте тоже, конечно, такое бывает, но по статистике реже, то есть очень часто поражается лицо, кроме того, в зрелом возрасте уже не только акне или акне тарда, да, как называют возрастное акне, но и розация подключается чаще всего, хотя, к сожалению, сейчас наблюдается помолодение, если можно так сказать, этой патологии, и, увы, розация может дебютировать и в достаточно молодом возрасте. Ну, а в среднем паплопостулёзная стадия розации, она всё-таки характерна для возраста 30+. Если там лет 20 назад она была характерна больше для возраста 50+, 45+, в общем, у женщин светлокожих ближе к лимактейли, то сейчас молодые девушки до 30 тоже могут иметь такую клиническую картину эритоматозной или паплопостулёзной розации. Что касается молодой кожи и зрелой, да, ну вот явная разница в том, что, конечно, у молодой кожи ещё нет признаков фотоэхронстарения, то есть нечего корректировать, можно только профилактику фотостарения оказывать, защищая кожу от ультрафиолета, используя внутрь и наружно антиоксиданты в нормальных, как бы, соответствующих дозировках, да, не передозировать их тоже, потому что это тоже нехорошо, особенно когда они принимаются внутрь, но и регулярно их использовать. Важно, чтобы предотвратить всё-таки реакции перекисного окисления липидов на коже, чтобы предотвратить оксидативный стресс, соответственно, это всё тоже важно и в молодом возрасте, то есть те же самые средства с витамином С, сфератролом, дигидрокерцитином, с витамином Е, сферулокислотой можно начинать использовать хоть с 20 лет. Другое дело, что у зрелой кожи уже выражены будут признаки фотоэхронстарения, как правило, то есть будут уже мимические, статические морщинки, может наблюдаться уже дряблость кожи, вот, и другие явления, к которым относятся в том числе и пигментации, то есть в молодом возрасте практически нет поствоспалительной пигментации, бывает, что чуть дольше или чуть меньше держатся застойные пятна сосудистые, такие красные, но это, конечно, коррелирует тоже с возрастом, но в зрелом возрасте, как правило, каждая травматизация кожи, лица особенно, влечет за собой возобновение пигментных пятен, пятен постакны, пигментированных, и вот эти пятна постакны, они довольно-таки длительно разрешаются. Опять-таки это связано с тем, что у нас с возрастом эпидермис замедляет свое обновление, на скорость своего обновления, и поэтому, собственно, постакны у нас могут уходить в зрелом возрасте и 2, и 3 месяца, и до полугода, в отличие от молодых ребят, у которых, например, после не очень глубокого воспалительного элемента постакны либо практически не возникают, либо уходят буквально в течение пары-тройки недель, а то и меньше. Какие еще есть отличия? То есть молодой и зрелой проблемной кожи чаще всего в молодом варианте будут тугие так называемые поры, то есть нам, косметологам, всем известны так называемые тугие поры, когда мы пытаемся их разрыхлить эпидермис, расширить эти поры, чтобы эвакуировать оттуда, например, комедоны, кожное сало убрать, оно очень тяжело поддается этому воздействию, поэтому особенно если повышенная активность сальных желез не жидкая сиборея, не представлена не жидкая сиборея, то есть секрет сальных желез не жидкий, а наоборот густой, и поры тугие, условно говоря, потому что сама кожа еще пока имеет хороший тургор, то сделать чистку, например, мануальную, такому пациенту достаточно сложно, не используя при этом кучу ухищрений, танцев с бубнами, чтобы эти поры все-таки раскрыть, чтобы мы наименее травматично могли эвакуировать оттуда верхнюю часть кожного сала. Нам не нужно стремиться, конечно, удалить все, потому что, всегда любую повторять, святое место пусто не бывает, это все забьется грязью и так далее, но все-таки для профилактики воспалений, для эстетического такого аспекта, мы все-таки крышечки скамедонов и какую-то часть детрита, вот этого и кожного сала, который находится в устье сальной железы, во время чистки удаляем. Итоги и поры нам усложняют этот процесс. В зрелом же возрасте реже присутствует повышенный активный социальный желез, опять-таки тоже коррелирует, конечно, с возрастом, чем старше, тем менее активный социальный желез. Понятно, что если уже именно пауза наступила у женщины, то активность социальных желез значительно снижается, это не значит, что у нее тип кожи становится другой, то есть это может быть бывшая жирная так называемая кожа, то есть поры будут видны, они могут быть расширены, они из тугих становятся атоничными, но при этом уже такой выраженной сибореи нет. И это как раз позволяет нам хорошо и эффективно очищать устье сальной желез, но при этом нам начинает мешать другая проблема, это сосудистые проблемы. То есть у более зрелых людей, неважно какого пола, но женский, чаще, потому что кожа в целом чаще всего у женщин более тонкая, более близко находятся капилляры. У мужчин тоже бывает такая кожа, тонкая, чувствительная, но просто реже встречается. И вот эти сосудистые проблемы, они нам как раз тоже начинают мешать, делать, например, мануальную чистку, потому что прямо под руками этот сосудик хрупкий может лопнуть, поэтому надо очень осторожно работать на таком лице. При этом в молодом варианте купероз бывает крайне редко, покраснение, как правило, носит воспалительный характер, то есть это раздражение, как правило, из-за какого-то, возможно, какой-то агрессии извне, то есть какие-то агрессивные препараты человек использует, или там, допустим, лекарства вынуждены применять, которые способствуют повышению чувствительности кожи, но при этом нет поврежденных сосудов, телеангектазии, то есть купероза. Это больше характерно уже для зрелой проблемной и непроблемной кожи. Что касается различий в подходе. Различия в подходе, они будут таковы, что в обоих случаях обязательно уход будет строиться на поверхностном глубоком очищении мягком, то есть мы не будем проблемную кожу еще больше раздражать, убивать витролюпидные барьеры нормальную микрофлору, потому что, как говорится, тогда мы будем делать шаг вперед, два шага назад. Если мы не восстановим барьерную функцию, у нас будут плохо разрешаться воспалительные элементы, у нас будут появляться новые, у нас не будет справляться нормальная микрофлора с колонизацией кожи, условно-патогенной микрофлоры, потому что одной из причин самых главных возникновений акне и большинства акнеформных дерматозов является гиперколонизация кожи условно-патогенной микрофлоры, которые при большом ее количестве переходят в разряд патогенной. То есть тот же самый клетч-демодекс мы все прекрасно знаем, и пропиони бактерии акне, который сейчас переименовали несколько лет назад в куте бактерии акне, что одно и то же, она же, Сонька, золотая ручка. Вот, и, собственно, вот эти комменсалы, да, они живут как сопрофит у нас на коже, в общем-то, не вызывают никаких проблем, если у нас есть баланс нормальной микрофлоры и вот такой условно-патогенной. Если же их становится слишком много из-за того, что у нас защелачивается ПАЖ кожи, у нас изменяется качественный состав кожного сала, у нас, допустим, барьерная функция страдает, как раз, соответственно, иммунный ответ тоже страдает, тогда у нас уже вот эти комменсалы начинают превалировать и, в общем-то, вызывать симптомы, да, такие как воспаление, к примеру. Поэтому всегда мягкая поверхностная, то есть бессульфатные гели, муссы, которые не разрушают гидролепидный барьер, по крайней мере, не так сильно его разрушают. Глубокое очищение тоже мы делаем, как правило, мягкими достаточно средствами, то есть это, как правило, энзимы, такие, как папаин, бромелоин, там, допустим, субтилизин и небольшие концентрации, например, альфа-гидроксикислот, либо полигидроксикислот, то есть АХ и ПХ кислоты. И, собственно, мы можем использовать такие средства, как маски или легкие пилинги для глубокого очищения. Ну, самый такой простой вариант, это и известный, да, из нашего ассортимента, это маска энзимная, пектиновая, гельтековская, потому что это, наверное, хит уже на протяжении многих лет у многих косметологов для того, чтобы сделать предыход перед процедурой, чтобы использовать процесс чистки, потому что чистка проходит тогда максимально атравматично. Чем лучше мы разлеглим во время подготовки кожи эпидермис, тем, собственно, меньше травм мы нанесем во время чистки. Вообще сейчас нет тенденции такой, чтобы травмировать кожу во время чистки. То есть если у нас воспалительный элемент не удаляется или плохо удаляется, то не надо его трогать. Ну, то есть такой вариант, как бы, подхода должен быть, потому что кожа и так разраженная, как правило, бывает у пациентов с акне уже с какими-то изменениями чувствительности, с нарушенным гидролепидным барьером, и поэтому мы не должны еще более агрессивно на нее воздействовать и делать на ней микротравмы, потому что она уже гиперколонизирована микробами, условно-патогенными. Если мы сделаем много травм, соответственно, мы разнесем всю инфекцию на более большой площади. И кроме того, если мы будем, например, сильно давить, пытаться там воздействовать на какие-то глубоко сидящие кометоны сильным давлением руками или инструментом, то мы просто сдадим местный отек, мы повредим сосуды, мы повредим, возможно, нарушим лимфоток, нарушим трофику, нарушим, собственно, питание тканей и тем самым усугубим эту ситуацию. Кроме того, мы просто повреждая, например, капсулу какого-то воспалительного элемента мы выпускаем практически в кровоток вот эти все микробы, которые там сидят. И таким образом, опять-таки, мы получим ту ситуацию, когда, как говорится, на его похороны пришло семеро. Поэтому надо очень осторожно удалять воспалительные элементы. И, конечно, профессиональный косметолог всегда сможет это сделать правильно, а вот когда пациенты сами начинают себе не очень умело это все делать, особенно не соблюдая асептические все правила, то есть грязными, условно говоря, руками, то, увы, мы просто получаем распространение инфекции. Компоненты выбора для молодой, зрелой кожи будут типичные противоспалительные, серо-злоиновая кислота. Это именно уходовые, я не имею в виду лечебные. Средства лечебные, они, в принципе, для обеих возрастных групп, как правило, примерно одинаковые. То есть это ретинол, ретиноиды, синтетические ретиноиды для проблемной кожи чаще всего используются. Это дополент, серотен. Используется иногда бензоилпероксид, хотя он достаточно агрессивен, поэтому я лично склоняюсь его рекомендовать, если это необходимо, когда глубокие воспаления, чтобы предотвратить возникновение рубцов, локально использовать. Есть, конечно, средства комбинированные, например, адополен с бензоилпероксидом, это всем известный гель Физел, который тоже можно применять, но, опять-таки, он будет значительно более агрессивно воздействовать на кожу, чем, например, чистый адополен, как, например, в составе средства такого, как диферин. Соответственно, иногда нужны антибактериальные средства, хотя сейчас антибиотикорезистентность у пациентов с проблемной кожей очень высока, поэтому антибиотик не всегда помогает. Зачастую подключается в лечение антибактериальные и одновременно противоспалительные средства на основе нитроимидозолов, то есть нитроимидозол, иногда используется при присоединении и уже диагностированной демодекозе, когда у нас осложняется, например, разации или акне еще демодекозом, то подключают акарициды, в частности, вермектин. Это уже лечебные препараты, а в уходе мы как бы помогаем этому лечению либо заменяем в некотором смысле у азлоинокислота тоже, она может быть и лечебным, и косметическим средством, потому что азлоиновую кислоту разрешено и в косметику добавлять, и, соответственно, медикаментозные препараты, медицинские изделия на ее основе делать. Поэтому сера, азлоиновая кислота и такие помощники, как компоненты гидролипидного барьера, то есть это составляющие нуф, то есть натурально увлажняющего фактора, это зачастую даже какие-то церамиды и так далее, то, что будет ремонтировать, собственно, гидролипидную пленку. И хумектанты, то есть увлажнители, те компоненты, которые будут удерживать влагу в эпидермисе, потому что раздраженная и, скажем так, с поврежденным гидролипидным барьером кожа, она плохо удерживает влагу, она страдает от трансэпидермальной потери воды, поэтому нам нужно обязательно какие-то компоненты, которые будут давать окклюзию, но которые не будут при этом комедогенными, то есть не какие-то там воски, парафины и прочее, как в эмалентах для атопичной кожи, а, например, гиалуроновая кислота высокомолекулярная, хитозан, кухогель, какие-то полисахаридные комплексы, которые будут позволять коже, собственно, ну, если можно так сказать, нарицательно дышать, да, вот, ну, это такой термин, немножечко жаргонный, ну, на самом деле, чтобы не мешал это средство газообмену нормальному, и чтобы, собственно, не забивало поры. Поэтому вот эти вот состоящие дышащие микропленку компоненты, они хороши для кожи с нарушенным гидролепидным барьером. Ну, и, соответственно, определенные компоненты, которые немножечко репарируют его, то есть ремонтируют, это пантенол, это вот те же, как бы, церамиды, например, фитостеролы, там, может быть, какие-то еще компоненты успокаивающие и прочее, они как раз хороши для того, чтобы вот такую кожу восстанавливать. Соответственно, для возрастной кожи тут прибавляется еще потребность в антиэйдж, да, то есть, как бы мы, имея, например, зрелую проблемную кожу, хотим, да, избавиться от воспалений, или, может быть, мы их лечим у дерматолога, или сами являемся дерматологом, который их лечит, но подбирая уход, мы все-таки должны понимать, что женщина, которой, например, 40 лет, да, она уже все-таки хочет, чтобы и с морщинами, и с гипертонциумнических мышц, и с какой-то дряблостью кожи, и, может быть, с атомичностью какой-то, с нарушением микроциркуляции тоже мы поработали. И для этого у нас есть, естественно, компоненты, которые будут этим заниматься. И некоторые из них, они одновременно могут оказывать и противоиспалительное действие, это всегда хорошо. Либо регулировать, например, активность сальных желез, как всем известный неоциномит, вообще производная никотиновой кислоты. Кстати, неоциномит хорош и для молодой кожи проблемный, потому что он, собственно, не разбирая возраста, очень многофункционально воздействует на кожу, антиоксидантом является, и как раз сальность кожи уменьшает за счет того, что он влияет на активность сальных желез. Вот поэтому он всем хорош. Ретинол тогда может использоваться, например, могут использоваться кислоты. Ну, кстати, про ретинол важный момент, что если дерматологам или вами, как дерматологам, назначен, например, синтетический ретинол, то есть адапалент, то мы уже косметический ретинол не используем. То есть мы их не комбинируем. Точно так же, как человек с очень активной формой, акне, например, который пьет системные ретиноиды, он уже не использует топические ретиноиды. То есть если мы пьем сатрет или рокутан, мы уже не мажем адапалин на кожу. Вот этот момент надо понимать, потому что может действительно быть такой конфликт. И если же у нас, например, такая вялотекущая подострая форма, условно говоря, у женщины во время цикла, когда приходит, например, следующий цикл, и он предваряется высыпаниями, и во время самой менструации тоже эти высыпания сохраняются, то можно, например, обойтись обычным косметическим ретинолом, только, естественно, тем, который является активным ретинолом. То есть это не антиоксидантная небольшая концентрация какого-нибудь ретинилопалиметата или ацетата эфиров, а это либо чистый ретинол, либо ретинолегид в составе должен быть. Ну, из гильтека, если как пример привести, это ретинером 0,25 и 0,5. Вот, соответственно, всегда начинаем с 0,25. Ну, про ретинол у нас много, на самом деле, не буду скострять на нем внимания, в принципе, все, наверное, знаете, как им пользоваться. Вот, и с осторожностью. И точно так же мы назначаем всегда и синтетические ретиноиды, точно так же следя за реакцией кожи и вводя их аккуратно. Соответственно, кислоты, например, сыворотка альфа-дерм с миндальной кислотой и другими ахиокислотами тоже будет препаратом выбора, например, для подострой какой-то формы зрелопроблемной кожи. Хотя альфа-дерм, опять-таки, можно использовать и в молодом возрасте, хоть в подростковом. Миндальная кислота, она очень интересна тем, что она работает не просто как кислота с крупной молекулой, не повреждающей кожу глобокона, у нее еще и антибактериальные свойства очень выражены, и в том числе сосудоукрепляющие на удивление. Поэтому миндальная кислота, она очень хороша, когда есть сосудистые проблемы, ну, конечно, не обострение розации, да, но присутствует. И когда есть у нас при этом проблемы с воспалениями, то вот сурдка альфа-дерм будет хорошо работать очень. Вот, ну и опять-таки, зрелой коже очень нужны антиоксиданты. Антиоксиданты уже в больших, таких хороших концентрациях. Ну, из наших препаратов это сурдксиэнерджи, как пример, да, в которой есть 5% витамина С, есть ресфератрол, есть гидрокверцитин, есть витамин Е, есть сферовая кислота, и, собственно, там зеленый чай еще тоже антиоксидантными свойствами обладает. И, в общем, этот препарат, наверное, представляет собой, наверное, самую большую концентрацию, просто кладезь всех антиоксидантов, которые мы можем себе представить, и, собственно, можем использовать пептиды. Тоже мы используем в дополнительном уходе к, например, каким-то противоспалительным средствам. Единственное, следим за тем, это 5 пептидов, конечно, самый вариант такой для нас, потому что миорелакс с 7% аргелином – это больше как раз для молодых людей, у которых только появляется гипертонус мимических мышц. А 5 пептидов – это все-таки уже не только миорелаксанты, это и 10% миорелаксантов аргелин, леофасил, это и ремоделирующие пептиды, то есть релистаз, матриксил, трипептид меди, который является не только пептидом, а подобен фактору роста даже по своему действию, хотя он им не является, и обладает еще и антиэксидантными свойствами, то есть здесь у нас такой прям комплексный подход, и 5 пептидов работает очень хорошо и на зоне вокруг глаз, и на лице, и на шее, то есть можно, например, наносить зональность, у вас все лицо, например, используется какой-то противоспалительный препарат, например, с кислым ПАЖ, под который мы не можем нанести пептиды, потому что развалятся миорелаксанты тогда, они не переносят ПАЖ ниже 4, то мы можем, например, использовать пептидные сыворотки локально, например, на шею, где нет высыпания, на зоне вокруг глаз, или там, допустим, если лоб свободный над высыпанием, то в возрастном окне часто у зоны поражается, а лоб остается более-менее чистым, то как бы можем так использовать. Иногда бывает еще такой вариант, когда женщина делает ботулинотерапию, и у нее на лбу, например, за счет этого поменьше высыпания, потому что есть такое наблюдение, исследования тоже подались мне, что ботулинотоксин, ну, как бы за счет не своего прямого действия, за счет того, что там и кровоток замедляется, и, в общем, как бы немножко меняется вообще трофика этой зоны, ну, и за счет этого не так активно воспаление там распространяется. Ну, вот если такой вариант есть, то мы можем использовать как раз пептидный милоксант, чтобы продлить действие ботулинотоксина и, собственно, не использовать на эту зону, если там нет воспалений, противоспалительные кислые, например, средства. Вот, если есть вопросы какие-то по этому аспекту, задавайте. Вот, будем двигаться дальше. И будем говорить о чистках. То есть по поводу подходов, разницы, если вопросов нет, то двигаемся потихонечку дальше. Значит, я тут на этом слайде просто собрала такой чек-лист для удобства вашего, для проведения чистки лица, что нам, собственно, нужно. Сюда же как раз войдут наши новиночки, которые вышли, которые я с удовольствием хочу представить. Вот, ну, в целом здесь, как говорится, все, что нам нужно для проведения чистки лица. Надо понимать только, что чистку лица в классическом варианте мы проводим только если у нас неактивная форма акне или там, например, папулопостулезной стадии розация, и нет более 10 воспалений, нет узлов каких-то там, таких узловых уже глубоких высыпаний, нет поврежденной кожи, например, экскориированного акне. Вы знаете, да, такую разновидность обсессивно-компульсивного расстройства, когда пациент сам раздирает свои воспалительные элементы, то есть это навязчивое такое движение у них бывает. И здесь как раз вот этот вариант акне, да, надо совместно с коллегой-психиатром наблюдать, то есть какие-то, может быть, назначать еще средства, которые помогут человеку справиться вот с этими навязчивыми движениями, самоповреждением. Вот, и, соответственно, если кожа такая поврежденная или, допустим, много высыпаний, то мы классическую чистку мануальную или там комплексную с использованием аппарата сделать не можем. Мы тогда можем, в принципе, сделать отравматичную чистку, дальше будет протокол. Вот, ну, мы много тоже на нашем канале о ней говорили всегда, я думаю, вы все, в принципе, умеете намекать делать. Более того, даже пациент сам дома себе ее способен сделать, потому что в этом нет ничего сложного. Поэтому здесь как раз только отравматика. Если же мы имеем небольшое количество пустулезных элементов, небольшое количество папул, папул мы никогда не трогаем, и в основном комедоны, да, то чистка нам нужна. А отравматичная чистка даже при более распространенном процессе нужна за тем, чтобы убрать гиперкератоз, потому что гиперкератоз, повышенное роговение эпидермиса, он провоцирует еще больше закупоривания пор, да, еще больше, как бы, образование новых воспалений. Поэтому мы по-любому должны от гиперкератоза пациента избавлять, он быстрее пойдет в ремиссию. Вот, и, соответственно, если мы делаем чистку классическую, что нам для этого нужно, да? Нам нужно, естественно, какое-то очищающее средство, которое будет мягкое, бессульфатное, которое не будет нарушать гидропидный барьер, ну, идеальный вариант – это гель очищающий. Конечно, кто любит вкусные такие запахи и текстуру органолептически приятную муссов, можно взять и муссы наши, которые с линии хоум-кер, то есть это мусс алоэ вера для мусс с витамином С, один пахнет сладенько с алоэ, да, другой пахнет цитрусом. Моющая основа практически идентична, немножко отличаются активы, но вы понимаете, что активы в смываемом через, там, полторы минуты средстве, они не очень сильно успеют как-то кардинально подействовать на кожу, поэтому в основном муссы люди выбирают по органолептике. Вот, умываются они, умывают они, снимают там макияж, загрязнение очень хорошо, имеют очень приятную текстуру и, в общем, в принципе, ничего не мешает нам, несмотря на то, что это линия хоум-ке, использовать их по бинете, да, или, думаю, человек себе может использовать. Вот, потому что все наши средства, они бессульфатные, то есть они с качеством моющей основы, основным компонентом у них является коклюкозит, вот, там еще есть и ТЛ-гутамат в составе, там, в общем, мягкие пауни, иногенные, плюс, соответственно, активы небольшое количество, и, в принципе, можно использовать любой из них. Ну, гель чаще для меня просто более универсальный, и, в общем, меньше у него получается чуть-чуть расход, вот, что иногда важно для снижения себестоимости процедур, и, в целом, как бы в кабинете всегда гель чаще есть. Вот, следующий препарат – это салициловый лосьон отшелушивающий, это наша новиночка, тоже, которую мы давно уже задумали, но, наконец-то, выпустили, очень боялись, что не сможем, но все-таки смогли, учитывая то, что успели обзавестись сырьем на нее. Здесь 2% салициловой кислоты, но здесь, что важно, это не спиртовой лосьон, то есть он без спирта, он не сушит кожу. В принципе, аналоги есть таких продуктов, в основном это достаточно дорогостоящие, там, например, аналог полный, да, американский есть, небезызвестный, который, ну, по действию похож, да, и вот эти вот лосьоны, они отличаются от спиртовых тем, что они тоже не повреждают кожу, да, не повреждают гриппидные барьеры. Его можно вообще в домашнем уходе использовать хоть ежедневно, например, ежевечернее, на Т-зону, для того, чтобы профилактировать образование комедонов. Так вот, в чистке, в профессиональной, да, он помогает улучшить разрыхляющую способность, например, наших каких-то используемых нами средств для холодного распаривания. Конечно, прирензимная маска, она и сама по себе очень самодостаточная, а, например, гель для дзинкрустации иногда при тугих порах, пустом кожном сале бывает недостаточной возрыхляющей способности перед, например, аппаратными чистками очень хорошо добавить, протереть кожу лосьонным салицилом. Вот, и хитрость в чем, что здесь помимо самой салициловой кислоты, которую мы законодательно не можем выше 2% положить, косметическое средство. Здесь еще есть экстракт белой ивы, то есть кора белой ивы, экстракт, это источник природных салицилатов, и здесь еще 4% вот этого экстракта, и, по сути, здесь салициловой кислоты, конечно, больше получается, чем, собственно, добавлено чистой салицилки. Плюс здесь тыпантенол еще в составе, там зеленый чай, то есть, в принципе, здесь такой ромашка, как противоспалительный, такой уходовый, успокаивающий немножечко состав активов, помимо салициловой кислоты. Поэтому лосьон действует очень мягко. Его, кстати, можно на подростковой коже использовать очень хорошо. Соответственно, вот этот вот препарат мы используем перед тем, как положить на кожу в процессе чистки какой-то гель холодного распаривания. Опять-таки, если мы делаем аппаратную чистку, как комплекс, да, то есть, часть чистки у нас будет происходить при помощи ультразвука или гальванического тока, то мы используем гель надзинкрустацией под пленкой. Если же мы делаем чисто мануальную чистку без использования аппаратов, то лучше взять энзимную пектиновую маску. Соответственно, когда мы сделали холодное распаривание, да, и почистили аппаратами и руками, либо только руками, да, потому что только аппаратами мы кожу почистить не можем. Это не будет полноценной чисткой, потому что аппаратная чистка – это только этап. Вот, соответственно, удалили комедоны, удалили, допустим, пустулезные элементы. Дальше протокол уже поподробнее расписан. У меня будет удобно вам посмотреть. Вот, и далее мы, соответственно, смываем все вот эти вот средства, которые мы использовали в процессе собственной чистки, да, и мы будем использовать поросуживающую маску. Это тоже наша гордость, можно сказать, которую лично я ждала, наверное, с момента того, как в 2015 году пришла в Гильтек. Все надеялась, когда же выпустят, собственно, Гильтек поросуживающую маску на основе калина. Ну, наконец-то мы ее сделали. Вот, маска шикарная совершенно. Здесь помимо калина бентонита, да, привычного в масках на основе калина, ленинах, есть еще такой ингредиент каламин. Каламин – это тоже как бы минерального происхождения ингредиент. Многие, наверное, кто имеет маленьких деток, знают лосьон каламин, который используют на элементы вот эти воспалительные пузыречки при ветрянке или если покусали комары. Так вот, этот каламин здесь присутствует. И маска очень приятная по своей текстуре. Я сейчас вам даже попробую ее показать. Вот, у нее, ее преимущество в том, что она не будет за время экспозиции, за 15-20 минут превращаться в такую вкорку и засыхать. Сейчас вот как-то под камеру ее поднесу. Вот, видите, да? Она имеет очень приятную такую текстуру. Наносить ее удобно плоской кистью. Вот, она достаточно долго держится, ее даже не нужно орошать ничем, потому что все-таки, когда маска очень быстро засыхает, я знаю много аналогов, например, израильских, которые достаточно быстро засыхают, их нужно орошать или как-нибудь положить тряпочку, в нее класть, иначе она вытащит всю влагу из кожи. Просто потом мы получим пересушенную кожу. Если кожа изначально уже была с нарушенным гидролепидным барьером, это не очень полезно. Вот, и, соответственно, вот этот вот слой масочки мы кладем в качестве поросуживающей на 15-м, иногда на 20 минут после чистки. Вот, и плюс в том, что ее можно ничем не сбрызгивать после экспозиции. Мы ее просто влажным компрессом снимаем. Она очень хорошо снимается влажной салфеточкой, ну, просто полотенчиком с моченым водой отжатым. Вот, и дает ощущение такой, как бы, уже успокоенной кожи. Мы, конечно, согласно новым нашим, ну, новым, а современным, скажем так, европейским протоколам, всегда будем использовать успокаивающую маску в конце чистки, но даже уже на этапе глиняной маски у нас вот этого раздражения, покраснения практически уже не будет. Вот, ну, и в домашнем, хоть понятно, в регулярном, конечно, мы эту глиняную маску Сепбаланс будем использовать один-два раза в неделю в тандеме с энзимной маской. Сначала энзимку, потом маску Сепбаланс. Это будет такая мини-атравматичная чистка дома, о которой я еще отдельно пару слов скажу в конце. Вот, соответственно, что нам еще понадобится? Для того, чтобы нам сделать маску успокаивающую в конце процедуры, мы берем два препарата ГИТЭК, это гель для сухой нормальной кожи Нео, лосьонка ЦИДАТ Нео, ну, те, кто с нами давно, уже сторожилы ГИТЭКа, знают этот способ. Это палочка-выручалочка, наверное, после любой процедуры, антиэйдж и аппаратный, и после чистки, очень хорошо восстанавливает кожу, сушает сосуды и делает кожу фарфоровой. Вот, то есть мы берем гель для сухой нормальной кожи Нео, берем масочку одноразовую из панлейса с прорезями для носа и глаз и рта, вот, либо в конце концов сами из вот такой салфеточки можем такую маску сделать или положить несколько кусочков этой салфетки, кому как удобно, и пропитываем ее лосьоном концентратом Нео, то есть концентрированным раствором с 10% дигидрокверцитином и кучей еще всяких сосудокрепляющих экстрактов. Вот, и сверху кладем сухое смарливое полотенечко. У меня там на Ютубе здесь есть влог небольшой, который называется «Процедура супервлажнения». Вот там где-то на 20-й минуте я прямо ее показываю, потому что если кому-то будет интересно посмотреть, а не только послушать, можно там послушать. Вот заодно на канал подписаться, если еще не подписаны. Вот, маска – это совершенно универсальный вариант для завершения любых косметических процедур, где нужно хорошей до и после, и успокаивающий такой эффект ровной такой кожи, да, как будто бы тональник нанесли. Вот, и после чистки это тоже очень актуально, потому что мы все-таки хоть как-то, но кожу заражаем во время самой процедуры, инструментом, и что-то там удаляли, где-то милиум удалили, где-то пусто удалили. Вот, а после такой маски кожа выглядит, как будто, собственно, вы ее вообще практически руками не трогали. Вот, соответственно, из расходников, да, нам нужны будут одноразовые салфетки или маски, нам понадобятся совершающие средства, тут уже смотрим опционально, по пациенту, там можем сокрыть и сывороткой стоп-акне, я очень люблю сыворотку альфа-дерм, закрывать, потому что она имеет кислый ПАЖ, у нее миндальная кислота антибактериальным действием, который обладает в составе, и это еще дополнительная профилактика пост каких-то процедурных осложнений в виде высыпаний дополнительных, которые возникают от того, что пациент сам себя там грязными руками потрогал, или пошел, несмотря на наши все указания, куда-нибудь в бассейн или в спортзал, или просто грязную подушку лицом уснул. Вот, поэтому альфа-дерм очень хорошо в этом плане помогает. Также можно использовать Демотен гель с гелоромкой алоэ серой, можно использовать гель с прей-пробиотиком пробиоскин, то есть кому как удобнее. Я не рекомендую делать чистки и вообще повреждающие процедуры в первые половины дня, когда солнце еще активно, даже когда оно не летнее, все равно. Лучше все-таки чистки делать тогда, когда нам не нужно потом использовать СПФ, то есть на такую кожу, немножко зараженную, лучше все-таки использовать какой-то противоспалительный, заживляющий гель и так далее без СПФ. Но я сюда включила, соответственно, в этот чек-лист мультипротектор СПФ 50 All-Free, потому что если вдруг действительно чистку пришлось сделать в первой половине дня, то, конечно, нам нужна солнцезащита. Ну вот как раз этапы глиняной маски, которые после повреждения кожи 15 минут, считай, потом гель для сухой нормальной кожи Нео с лосьонным концентратом, вот эту маску успокаиваешь, это еще 15-20 минут. За это время, практически за полчаса, за минуту 40, все-таки уже все повреждения практически затянутся, и поры сузятся хорошо, эффективно кожа успокоится, и ничего такого страшного, нанесения солнцезащитного средства не будет. Мы же непосредственно на поврежденную кожу будем наносить. Но все-таки желательно, конечно, такие процедуры на вторую половину дня оставить. Соответственно, антисептическая пудра нам тоже опционально может понадобиться, потому что мы очень часто совершаем процедуру чистки дарсонализации. Дарсонализацию удобно делать по антисептической пудре. Я беру обычно или там джиджи, или анлатан, у джире есть тоже растительные пудры подобные. В принципе, много их на рынке. К сожалению, в гельтеке пока нет антисептической пудры, неизвестно будет ли. Вот мы как бы не планировали пока этот продукт делать. Вот, но надо еще учесть маленький такой момент, лайфхак, что, наверное, как лайфхак, да, что, например, при зрелой проблемной коже, когда атоничные поры, они сужаются не так быстро и вообще иногда не способны сильно сузиться. Поэтому лучше просто нанести завершающее средство, подождать, пока все подсохнет хорошо, да, все впитается, салфеточкой можно обычной бумажной пройтись. Вот, и просто по сухой коже сделать дарсонализацию без использования пудры, потому что в атоничные и немножко раскрытые еще пока поры, вот эта пудра забьется и будет, собственно, не очень красиво, да, и вытащить ее оттуда будет проблематично. Поэтому если атоничные такие зияющие поры, не надо использовать перед дарсонализацией даже антисептическую на пудру, для того, чтобы она, как говорится, не создала визуальный эффект вот этих белых точек, которые окажутся на лице, и будет это все не очень хорошо, придется тониками стирать и так далее. Поэтому просто по сухой коже дарсонализацию делаем. Всю поверхность лица мы можем проходить контактно, да, а воспалительные элементы удаленные, например, пустулы экстрагированные, мы дистантным методом пристреливаем, как я люблю шутить, пристрелим эти прыщи, дарсонвалим дистантным методом, чтобы проскочила искра. Вот, если есть какие-то будут вопросы, если вдруг что-то непонятно объясняю, вы мне сразу их задавайте. Из инструмента нам всегда для чистки нужна ложка уна. Рекомендую ложки уна доводить до ума, хорошо их полировать, шлифовать, прям, может быть, даже самим мелкой-мелкой шкурочкой, потому что если она будет иметь какие-то дефекты или будет не очень хорошо шлифована, она будет повреждать, царапать кожу. Вот, поэтому даже самые качественные, достаточно дорогие, конечно, можно вопрос, Юлия, задавайте, пишите. Вот, самые даже дорогие ложки уна, вот, я лично все свои ложки доводила до ума при помощи собственного мужа, да, которым я их все шлифовала идеально, да, и поэтому они у меня вообще не повреждают кожу, очень холоденькие. И, соответственно, одноразовые мезоиглы вам могут пригодиться тогда, когда вам нужно либо вскрыть, прямо уж совсем такой, можно сказать, заскорузлый, да, ковидон, или удалить милиум. Так, читаю вопрос. Если после чистки я делаю любую успокаивающую, увлажняющую маску, напереку удовольствия, или любую другую, или проверен многократно крем-гель перед эмотем, то эффект золушки длится всего час. Сначала кожа ровный цвет, увлажненная спокойно, а потом через час карета превращается в тыкву, кожа становится рыхлой, спаленой бугристой пятой. Почему это происходит? На аллергии не похоже, ни на что не наношу. Смотрите, тут, если так просто подумать сразу, то вполне возможно, что те сосуды, которые сузились во время использования маски, они просто начинают уже расширяться, потому что вы активно какую-то жизнь ведете, все-таки у вас сосуды приходят в тот тонус, с которым они привыкли находиться, и просто вот эти покраснения, они начинают быть видны, потому что мы можем любую там сделать маску золушки, даже вот эту вот как раз, то, что я сказала, с гелем для сухой нормальной нео и лосьонным концентратом, после которого достаточно долго длится вот этот эффект, поэтому ее любят всегда в процедурах на выход ставить на завершающий этап эту маску. Вот, но если вы побежите там автобус догонять, например, или что-то какими-то активными будете, физическими заниматься упражнениями, бытовыми или спортивными, то, да, действительно сосуды начнут опять проявляться, и как бы будет заметно то, что кожа неоднородная по текстуре. Вот, по поводу переуложнения вряд ли, потому что кожу довольно-таки сложно, на самом деле, переуложнить, это нужно действительно очень постараться, поэтому вот кроме как сосудистой реакции, я, наверное, вряд ли что-то смогу предположить, единственное, что, ну, просто ходите все равно, да, как бы, у вас уже все равно сосуды в тонус возвращаются, надо просто видеть, что это за неоднородность, да, это действительно покраснение такие сосудистого плана или что-то другое. Вот, на самом деле, надо просто, может быть, попробовать какое-то закрывающее средство, которое будет тоже сосудоукрепляющим компонентом. Например, вот из тех, что я написала, наверное, самый оптимальный вариант – это альфа-дерм. Вот, по поводу бугристая или распаленная, здесь, смотрите, может быть, такой вариант, что, когда вы чистили, например, у вас были повреждения более выраженные, чем хотелось бы, да, то есть вы там вдавили, может быть, более интенсивно, там, допустим, вы, там, когда экстрагировали пуст, вы, может быть, сильно повредили кожу. И когда вы делали маску Золушки, у вас сосуды сузились, у вас временно, да, вот этот вот эффект такой спокойной кожи присутствовал, пока кровь не вернулась опять вот в эти полости, которые, собственно, или там, допустим, в отечные ткани, которые, собственно, были созданы тем, что, ну, передавили немножко, там, может быть, перестарались чуть-чуть. Вот, попробуйте, может быть, не все, допустим, стараться убрать комедоны, например, а только те, которые легко выходят. Вот, и попробуйте, например, действительно, там, отшелушивающий лосьон перед инкрустацией использовать, чтобы более эффективно было разрыхление, и тогда не будет, возможно, так сильно возвращаться вот этот вот эффект бугристости и воспаленности. Вот, наверное, я вот так бы ответила на этот вопрос. То есть, мне кажется, что здесь дело не в переувлажнении, а в том, что либо слишком агрессивный был первый этап чистки, либо, собственно, ага, чистка носит условный характер, да, не просто инкрустация. А динкрустацию чем вы делаете, напишите? Просто холодное распаривание или какие-то аппараты? А, гальваника делаете. Так, смотрите, с гальваникой вот какая, может быть, штука. Гальваника у нас нежелательна, например, при куперозе, при сосудистых проблемах, потому что постоянный ток, он расширяет сосуды, вообще на них довольно-таки агрессивно действует, поэтому ни йон-форез, ни гальваническая динкрустация, например, при куперозе нежелательно. Вот, при разации нежелательно, например. А поэтому, может быть, перейти на ультразвук или просто руками запустировать, как вариант, если есть сосудистые проблемы. Вот, то есть у меня вот такое может быть подозрение только. Вот, от ультразвука то же самое. Ну, от ультразвука мне сложно предположить, что, может быть, какие-то проблемы с сосудами, если, конечно, не давить сильно этой лопаткой, использовать его правильно, еле-еле легонечко вести по коже. Вот, у меня, кстати, если интересно, видео есть на эту тему, как ультразвуковую пилинг делать правильно. Вот, ультразвук, он вообще как раз для чувствительной кожи, наоборот, более показан, потому что он, ну, позволяет использовать, например, совсем нейтральные дезинкрустирующие гели, да, не использовать, например, энзимы, кислоты, если кожа чувствительная и плохо реагирует на эти компоненты. Вот, но что касается гальваники, там действительно может на сосуды оно влиять. Надо посмотреть, может быть, вообще от аппаратных чисток отказаться. Но от ультразвука, возможно, с неправильным каким-то давлением слишком сильным связанным, потому что от ультразвука не может быть никаких, собственно, проблем с сосудами, потому что ультразвук действует очень поверхностно. Ну, только вот если ошибка какая-то, что прям давит. Так, если нет необходимости. Так, даже если была просто глиняная маска, то то же самое. Ну, вот сложно сказать, вот, в принципе, все мои предположения, вот такие вот, Юль, я высказала, да, то есть как бы надо смотреть, что, может быть, делается не так, может быть, что-то не подходит, может быть, нужно действительно какой-то более, да, более щадящий такой режим после чистки, режим отдыха, да, фактически стараться делать ее перед сном, если вы себе делаете, да, не клиентом, да, но делаете ее перед сном, чтобы потом просто пойти спать на чистую проглаженную наволочку. Вот, потому что если вы даже просто ходите, наклоняетесь, там, обулись, завязали шнурки, там, и так далее, да, взяли сумку, подняли сумку, то все равно сосуды, если они близко расположены, и, допустим, есть склонность к проблемам с сосудами, то они могут отреагировать. Поэтому вот так вот. Ну, и, соответственно, для профилактики, если воспаляется кожа после чистки, например, какое-то время, то как раз вот кислые средства в уходе хотя бы вечером, да, альфа-дерм тот же самый, и, возможно, там дальше я в протоколах буду говорить об этом. Если есть воспаленные элементы какие-то, воспаляются после чистки, это влияет, то вы можете брать, например, какой-то антисептик кожный, не спиртовой актанисепт или хлоргексидин, и в течение, там, двух-трех дней после чистки его раза два, допустим, в день использовать. Только не злоупотребляйте, ради бога, этими препаратами, потому что они тоже очень плохо влияют на микробиомы, их можно только короткое время использовать для того, чтобы, да, актанисепт всем щиплет, это его такое свойство, хлоргексидин не щиплет. Вот, просто актанисепт немножко помощнее, он даже без чистки будет щипать. Поэтому хлоргексидин 0,05% как вариант, вот, можно использовать. И пару дней вот для профилактики именно обсеменения. Так, что только нос от черных точек. На самом деле от черных точек тандемы с салицилово-лосьонной энзимной пектиной маски будет оптимальна. Вот, и так как черные точки, это, в общем, достаточно застарелые такие комедоны, как правило, да, они же не сразу становятся черные, только когда уже все там окислится, перемешается, очень густое кожное сало, перемешку с датритом, да, эпителем с лучным, то, конечно, хорошо, чтобы пациент еще и дома ту же энзимную маску регулярно один-два раза в неделю использовал. Поэтому если почистить только нос, то кладем на отшелушивающий лосьон энзимную маску. Если нет сосудистых проблем, можем даже салфеточку тепленькую положить сверху, чтобы еще больше усидеть вот этот разрыхляющий эффект. И после этого можно даже вместо 15 минут 20 иногда держать энзимную маску. Это допустимо, в принципе, без раздражения. Если кожа плотная, такая жирная, гиперкератозная, ее даже до получаса содержать не бывает особых каких-то проблем. Но, конечно, я это с озороженностью бы рекомендовала, потому что 15 минут – это оптимальный вариант для нее. Но во время чистки иногда до 20 минут держу. Поэтому можно, да, лосьон салицеловый, соответственно, умыть такого пациента, чтобы еще больше разрыхлить. Ну, то есть как бы кожный сал немножко разжижен с гидрофильным маслом перед самой чисткой. То есть у нас сейчас, кстати, наконец-то вышло гидрофильное масло. Чуть позже планировала о нем сказать. Дождались, слава богу. Вот, собственно, можно умыть двухэтапно с гидрофильным маслом, чтобы еще гидрофильное масло немножко поработало, да, кожное сало на себя взяло. Вот, после этого домыть с муссом или с гелем, протереть кожу от шелушивающего салицилового мосьона, положить энзимную маску на 20 минут. И потом уже постепенно очищая, ну, как бы освобождая поверхность кожи от пленочки, чистить вот эти черные точки, комедончики руками. Либо мне, например, очень удобно работать, например, в этой зоне ложкой луна, той самой, которая с круглым отверстием. Просто как бы по прямо энзимной маске или за инкрустящему гелю мы аккуратненько проводим. И фактически она выдавливает очень деликатно кожное сало и спор. Но комедоны такие глубокие, их, конечно, руками, обернув пальчики в салфеточки, как нас всех учили, будет удобнее сделать. Так, Галина Зойсимова в одном из вебинаров «Еритек хлоргексидин в ромнисек и кожный антисептик». Смотрите, наверное, не дослушали, скорее всего, тот семинар, или просто забыли уже, о чем она говорила. Хлоргексидин и актонисепт можно использовать как кожный антисептик, но не в регулярном уходе. Скорее всего, Галина говорила о том, что многие люди берут, покупают хлоргексидин и используют его в качестве тоника. Это категорически делать нельзя, потому что вы просто убьете всю нормальную микрофлору. Поэтому, а после чистки хлоргексидин использовать можно. В самой протоколе чистки хлоргексидин, как правило, используется для того, чтобы просто и актонисепт, чтобы экстрагированную пустулу на ватные диски прижать, то есть чтобы ее... Ага, я понимаю, о чем вы говорите. Сейчас скажу, я подозреваю, что вы слушали. Возможно, в этом все дело. Так вот, после чистки, чтобы прижать, например, экстрагированную пустулу, можно использовать актонисепт и хлоргексидин, и вот несколько дней после для профилактики можно, но не в регулярном уходе. А по поводу слизистых нет. Хлоргексидин 0,05% это для кожи и слизистых. Возможно, вы слушали вебинар, где Галина говорила о том, возможно, что хлоргексидином нельзя дезинфицировать инструменты, потому что он для кожи и слизистых, вот, потому что для дезинфекции инструментов, холодной дезинфекцией, используется другой хлоргексидин с большей концентрацией самого хлоргексидина и спиртовой, то есть там спирт в основе, а не вода. Вот, наверное, вот так. Поэтому я не думаю, что Галина смогла бы сказать что-то неверное, потому что она достаточно грамотный специалист, прекрасный. Вот, и хлоргексидин она тоже рекомендовала и после чисток. В общем, это стандартная практика, на самом деле, когда мы 2-3 дня используем какой-то кожный антисептик для профилактики каких-то вот проблем, связанных, как правило, с нарушениями постпроцедурного периода, да, поведения пациента в постпроцедурный период, вот, мягко выражаясь. Поэтому хлоргексидин использовать можно, да. Единственное, что он, конечно, да, им нельзя дезинфицировать там какие-то инструменты, ни в коем случае, потому что, ну, не даст ничего. Для дезинфекции инструмента нужны спиртовые распоры. Вот, смотрите, да, пожалуйста, всегда рад помочь. Смотрите, что нам еще понадобится? Перекись водорода отнюдь не для нанесения на кожу, а только лишь для обработки ложки уна. Просто очень удобно ложку уна. Я наливаю обычно перекись в одноразовый стаканчик и болтаю там ложку уну в процессе того, как удаляю, например, пустулезные элементы или избыток кожного сала у пациента. Поэтому перекись нужна, но не для того, чтобы носить ее на кожу, потому что перекись нам на коже нужна только для первичной хирургической обработки ран. Да, а здесь у нас таких ран нет. Все у нас асептично делается, да, и перекись нужна только в качестве такого, как бы, хорошего помощника для обработки ложки уны в процессе процедуры. Актеницеп форгисидин 0,05%, как я уже сказала, да, для того, чтобы, допустим, прижать пустулу, которую мы удалили, там может и чуть-чуть кровь появиться и все такое, да, поэтому мы ее дезинфицируем и потом сразу наносим цинковую болтушку. Цинковую болтушку я люблю, конечно, те, которые можно стряхнуть, они нужно обязательно смывать. Ну, как говорится, есть обычный циндол аптечный, который стряхнуть нельзя, можно только смыть, и его аналоги, да, более недорогие. Есть профессиональные цинковые болтушки, моя любимая, не скрывая, это джиджевский биодерм, как бы я им пользуюсь уже много-много лет, надеюсь, когда-нибудь будет у нас своя подобная, хочется верить. Но здесь все-таки все упирается еще в использование спирта и так далее, поэтому не думаю, что цинковая болтушка скоро у Генитек появится, поэтому использую джиджи, благо, что там огромную вот эту бадью его можно использовать очень долго и срок годности у нее очень хорошая. И чем она хороша? Тем, что мы, когда мы, допустим, нанесли ее на воспалительный элемент, мы потом через какое-то время, когда она подсохла, можем просто ватным диском или кисточкой ее стряхнуть, и практически как легкая такая пудра останется. В общем, не нужно смывать, не нужно, как говорится, заново дербанить этот воспалительный элемент сферогированный. Понимаете, да, о чем я? Вот, соответственно, ну и аппараты нам для чистки нужны тогда, когда мы планируем комплексную чистку с использованием аппаратного этапа. Это или УЗСкрабер, да, то есть вот руководитель скрабер будет, либо глиманическая дзинкрустация. Ну и для заключительного этапа чистки, не отравматичные, а как раз, хотя, в принципе, при отравматичной чистке тоже можно дарсонализацию использовать, очень даже неплохо. Вот, для завершающего этапа чистки нам пригодится дарсонваль. Вот, это такой чек-лист. Соответственно, теперь протокол, да, протокол мануальной чистки у нас при невыраженном таком сильном окне, потому что, как я уже говорила, если окна сильно выражены, мы сначала должны консервативно подлечить пациента, а потом уже брать его на чистку, и максимум, что мы можем ему сделать, это отравматичную чистку, то есть, когда мы убираем гиперкератоз, но при этом не касаемся его инструментами, ничего не удаляем, даже если можем удалить. Соответственно, при очень чувствительной коже, соответственно, мы уже не будем делать даже отравматичную чистку, ну, то есть, чтобы не вызвать раздражение дополнительно от контакта с ферментами, с кислотами, с водой и прочей. Там уже, как говорится, будем сперва лечить. Значит, протокол мануальной чистки, он стандартен, то есть, мы снимаем сперва макияж и загрязнение, двухэтапное умывание желательно, на самом деле. Если пациент не пришел фактически, ну, как бы планировал чисто идти к вам на чистку, да, приехал на машине из дома, или там рядом живет где-то, пришел без макияжа, вы, да, можете два раза умыть очищающим гелем, это будет достаточно, чтобы перейти к глубокому очищению. Если же пациент у вас целый день работал, где-то ездил, весь этот смог полютанты на кожу осаждались, если у него есть тональная основа на коже, берите гидрофильное масло, слабо теперь есть наше гельтековское, ну, возможно, у вас есть какие-то еще варианты. Вот, наносите его на сухую кожу, делайте небольшой такой массажик, там, 3-4 минуточки, чтобы хорошенько он распределился, схватился с тональными основами, с кожным салом, после этого эмульгируем с водой, смываем, и дальше уже берем гель очищающий, римус очищающий, и домываем один раз уже обычным мыльщимся средством. После этого мы делаем глубокое очищение, то есть берем энзимную пектиновую маску, например, на 15-м под пленку, и под нее для усиления эффекта наносим салициловый лосьон, то есть пропитываем обильненько ватный диск и протираем кожу. Вот, и потом уже наносим энзимную маску, средним слоем закрываем пленочной маской, либо пленкой пищевой. Вот, потом мы, соответственно, когда уже разрыхление произошло, мы открываем по зонам, например, салба сняли пленочку, спонжем или там салфеточкой влажной, сняли остатки этой маски, убрали пустулезные элементы, ложка уна, продезинфицировали, соответственно, и предварительно, и после того, как удалили, как раз тем же хлоргексидином или атаконисептом, после этого нанесли, например, цинковую болтушечку, удалили комедон и дальше там сняли с носика, например, эту пленочку удалили, как положено, да, вот комедончики, либо ложкой уна, да, удалили комедон или избыток кожного сала, где-то там милиум есть, да, удалили милиум при помощи одноразовой мезоиглы. Вот, то есть обработали какую-то зону вот до конца, да, протерли, допустим, поврежденные места, например, тем же хлоргексидином или атаконисептом, дальше уже переходим на следующую зону. Когда мы все лицо обработали, удалили, что хотели, да, все почистили, после этого мы смываем все, что на этой, как говорится, коже было, да, остатки дезинкрустирующих средств, и, собственно, все-все-все-все, да, можем заново цинковой болтушечкой пройтись по воспалительным элементам и кладем маску по рассуживающейся балансу на 15 минут. Таким тонким, ну, средним, наверное, слоем, ну, ближе к тонкому, да, который я вам показала в руке. Вот, его, вот этот препарат мы кладем на 15 минут, можно даже положить и на 20, если хочется, да, ну, 15 оптимально. Потом смываем, потом уже используем тоник, потому что маску после успокаивающей маски мы уже с водой, кожа у нас контактировать не будет, поэтому тоник мы на этом этапе используем после глиняной маски. В данном случае мы можем использовать, в принципе, любой тоник. Я очень часто использую и тоник для жирной и проблемной кожи, либо я использую тот же лосьон концентрат Нео с дегидрокарцитином, которым буду потом сверху геля пропитывать маску успокаивающую. Вот, понимаете, да, о чём я говорю, если непонятно, что-то говорю, прямо пишите сразу вопрос. Вот, то есть вместо тоника лосьон концентрат Нео, он с сосудоукрепляющими компонентами, очень хорошо тоже влияет на эпитализацию, то есть заживлять помогает, и, собственно, мы можем его уже использовать в качестве тоника. Протереть им лицо, положить гель для сухой нормальной кожи Нео, сверху положить одноразовую масочку из панлейса, пропитать ее лосьоном концентратом Нео, положить маховое полотенчико и оставить пациента отдыхать ещё на 15-20 минут. Соответственно, для завершения мы используем те средства, которые мы уже на этапе чит-листа обсудили, то есть можем или стоп-акне скомбинировать, например, с дематеном, то есть локально на участке с воспалением, то есть локально я имею в виду, что не на прыщ конкретно кладется стоп-акне, а на участок воспаления. Если есть воспаление только, например, в У-зоне или только в Т-зоне, мы можем использовать ее, например, только на этих участках, а на все остальное лицо и поверх стопах НЭП, в том числе нанести гель Даматен. Второй вариант, мой любимый на данном этапе, это флюид альфа-дерм с миндальной кислотой и комплексом АХ-кислой. Вот, соответственно, особенно у более возрастных пациентов тоже альфа-дерм еще хорош, потому что он еще дает такой небольшой эффект лифтинга за счет того, что у него в составе дмая и дает еще хорошее увлажнение за счет того, что там комплекс АКВАКСИЛ наподобие того, что лежит в маске удовольствия в составе содержится. Вот, соответственно, дальше, после завершающего уже средства мы уже можем тогда нанести антисептическую пудру и подарсонвалить, либо не наносить антисептическую пудру, а прям, собственно, подарсонвалить по сухой коже, подождав, пока завершающий средство впитается. Локально на удаленные пустулы можем опционально, да, при желании наносить порошочек бониоцин, это антибиотик, но при условии, что пациент будет его дома на эти же пустулезные, пока не зажили элементы, да, несколько дней использовать, потому что нам антибактериальные средства использовать разово или там коротким каким-то недостаточным курсом не стоит, потому что это может спровоцировать развитие устойчивой и резистентной микрофлоры. Поэтому, если можно не использовать бониоцин, не надо его использовать, если действительно там такой прям гнойный пустулезный элемент, его удалили, да, то лучше, конечно, бониоцин и потом человек еще пользуется им, допустим, какое-то время дома, да, дней 5 или 7. Вот этот протокол классической мануальной чистки. Если это комплексная чистка с включением туда аппаратов, аппаратных методик, да, то мы тогда будем точно так же очищать кожу, если более-менее чистый пациент пришел, используем двухразовое умывание гелевым очищающим средством, да, гелем или мусом. Если пациент пришел после рабочего дня или в боевом раскрасе, значит, мы берем гидрофильное масло, на сухую кожу наносим, все, как я описывала в предыдущем портоколе, да. Вот, далее мы домываем кожу очищающим гелем или мусом и, соответственно, переходим к нанесению отшелушивающего лосьона. Наносим его, потом наносим гель для дезинкрустации на 15 минут, можно нанести тоже его минут на 20, поплотнее слой. Вот, и дальше мы используем аппаратную чистку. Если мы используем гальваническую чистку, то, соответственно, нам понадобится маска из панлейса или одноразовые какие-то вот эти салфетки, которые мы пропитаем лосьоном, тоже щелочным, как и гель для дезинкрустации. Для гальванической чистки очень важен PH-средств, потому что они должны быть щелочными, потому что гель и лосьон для дезинкрустации, они изначально щелочные. И так как мы работаем гальваникой в основном по маске, да, если это не какой-то там маломощный домашний гаджет, да, то мы работаем всегда постоянным током с профессиональным оборудованием, а мы сейчас говорим о профессиональном оборудовании, по ткани, да, чтобы у нас не контактировала голая кожа с металлической поверхностью электрода. Точно так же мы оборачиваем пассивный электрод в несколько слоев влажной салфетки, и человек держит этот электрод, да, условно говоря, обернутый в салфеточку, более аккуратно, чем я сейчас сказал, и, соответственно, чтобы не было какой-то химической реакции между электродом и кожей, да, чтобы не было химического ожога. Соответственно, вот эту вот салфеточку, которая лежит на лице, мы пропитываем лосьоном для дезинкрустации, и по ней гальваньку делаем, да, 9 минут мы работаем с, например, 7-7 минут, 7-9 минут, как правило, ну, зависит тоже от поверхности лица, да, в некотором смысле, по лосьону пчелочному с минуса, и потом смываем все, кладем новую салфеточку, пропитанную чисто кипяченой водой, либо любым нейтральным тоником, а-ля там тоник для жирной и проблемной кожи, и обрабатываем еще пару минут с плюса, чтобы сузить поры, подсушить эпидермис, успокоить кожу и, собственно, вернуть ПАЖ на место. Соответственно, если мы используем ультразвук, то мы просто по тому же гелю дезинкрустации, который у нас лежал на лице, лопаткой с крабером начинаем чистить, да, то есть мы снимаем пленочку с какого-то участка кожи, наносим, ну, удобнее всего, кисточкой лосьон для дезинкрустации, в плане ультразвука, там не так критично прямо именно лосьон для дезинкрустации использовать, хотя его, конечно, если он есть, хорошо бы использовать, потому что он все-таки дезинкрустирует, то есть у него есть в составе компоненты, да, в частности, полинилперальдон и сок алоэ вера, которые немножко тоже способствуют разрыхлению. Ну, можно использовать и тоник, в принципе, в качестве жидкости, который помогает осуществить ультразвуковой пилинг. Поэтому мы снимаем пленочку, первый раз проходимся, прямо счищая вместе с отшелушенным эпидермисом вот этот гель, да, и предварительно наносим прямо поверх него лосьон для того, чтобы у нас эффект кавитации ультразвука был более мощный, да, вот эта жидкость помогает, чтобы волна не затухала в геле. И потом еще два раза проходимся последовательно по чистой коже, уже по лосьону, то есть нанесли лосьон, прошлись ультразвуком, да, наблюдаем такой, как бы вот этот туман мелкодисперсный, это значит, что у нас нормальная лопатка откалибрована, она хорошо работает. Ну, и вы прямо на самой лопаточке тоже вот эти мутные частички эпидермиса увидите. И третий раз обычно, три раза вполне достаточно по одному участку пройтись. Никогда не давим сильно, да, обязательно прямо вот. Если мы будем давить, у нас вообще заблокируется лопатка, фактически, да, мы будем просто металлической лопаткой водить по коже, смысла в этом нет никакого, у нас не будут колебания идти, которые отбивают отшелушенный эпидермис, понимаете, да, о чем я говорю. Вот, поэтому очень легонечко, три раза проходим, один раз лосьон вместе с гелем и два раза просто по лосьону. Переходим на следующий участок, вот так постепенно всю кожу обработали ультразвуком, смыли все, и дальше уже, если нам нужно, допустим, какую-то одну-две пустулы убрать, убираем. Если же у нас все-таки в комплексной чистке, включая аппаратную, предполагается более такое интенсивное, да, как же сказать, манипуляции, да, много комедонов надо удалить, пустул, все-таки приличное количество нужно удалить, да, в районе 10, то тогда нужно работать по зонам. То есть мы сначала почистили аппаратом одну зону, потом мы всю ее обработали полностью, да, удалили там какие-то комедоны, какие-то пустулы, и как только мы разобрались с одной зоной, то потом мы снова включаем аппарат, обрабатываем аппаратом, потом обрабатываем руками, и вот так вот мы двигаемся постепенно от толпак к подбородку, например. Ну, кому как удобно, многим в основном, и мне в том числе, удобнее толпак к подбородку двигаться. Вот такой нюанс, да, потому что если мы просто, допустим, почистим аппаратом, а потом начнем удалять комедоны, пока у нас время дойдет до подбородка, который мы уже давным-давно почистили ультразвук, и уже там поры начали сужаться самопроизвольно, у нас уже качество чистки именно удаления комедонов будет очень низким, потому что эффект разрыхленного эпидермиса, он уже уйдет за это время, понимаете, да, вот это очень важный момент. Дальше, когда мы все сделали, наносим поросслуживающую маску Сепбаланс, вот эту, вот, на 15 минут, и далее, как в предыдущем протоколе, соответственно, тоник после маски, да, успокаивающую маску, соответственно, на основе средств гидрокарцетина. Завершение. Вот. Если кожа чувствительная, я специально в этот протокол включила повышенную чувствительность, потому что как раз именно при повышенной чувствительности чаще всего разрыхляют не энзимами с кислотами, а вот чистят аппаратами, тогда мы в завершающем этапе можем использовать, например, такой препарат, как гель пектиновый, можем, в принципе, его сочетать с участками, нанесенных, нанесенные стопакне, да, стопакне наносим туда, где есть воспаление, гель пектиновый просто поверх неё, когда она впиталась уже на всё лицо. Гель пектиновый не содержит кислот, но, несмотря на это, он имеет кислый ПАЖ, он достаточно дешёвый, то есть он такой один из самых недорогих препаратов, это аппаратный гель на самом деле, вот, но благодаря тому, что цитрусовый пектин даёт вот этот ПАЖ 3,5, он очень хорошо держит в узде условно-патогенную микрофлору, которая любит щелочной ПАЖ, поэтому пектиновый гель как в домашнем уходе можно использовать, как противовоспалительный гель, например, вечером он наносить, как уходовый препарат, и можно закрывать им чистки, например. Дальше мы уже смотрим, надо дарсонвалить по пудре, не надо дарсонвалить, значит, по сухой коже можем продансарм, продансарм, дарсонвалить, вот, воспалительные элементы, напомню, дистантным методом, всё остальное, кожу контактную. Грибовидный электрод удобен для этого, в принципе, можно и дистантным методом повернуть его боком и делать, но для дистантного метода пристреливать, как говорится, прыщи удобно палочковидным электродом, если у кого несколько электродов есть на дарсонвале. Вот, ну и баниоцин опционально, если какая-то всё-таки пустула была удалена, достаточно такая мощная, и пациент готов использовать его дальше дома некоторое время. Так, по поводу этих двух протоколов, если вопросов нет, я расскажу на этом слайде, да, специально выписала важные моменты, что нужно говорить пациенту и как его нужно убеждать, чтобы он этого не делал, да, после процедуры, чтобы потом не обсыпало заново, не было каких-то осложнений, а дальше я протокол травматичной чистки покажу. Вот, и уже поговорим чуть о домашнем уходе и постараемся закончить. Соответственно, после процедуры, естественно, не трогать лицо руками, минимум 12 часов не использовать декоративную косметику, как раз очень хорошо, поэтому делать процедуру в вечернее время, по крайней мере, он гарантированно пойдёт, скорее всего, спать, да, если не пойдёт в ночной клуб. Вот, ну, это шутка. Минимум 12 часов, соответственно, не использовать декоративную косметику, сейчас я отвечу на вопрос. Вот, 2-3 дня избегать по возможности вообще тональных средств, то есть, если чистка была, естественно, не травматичная, а какая-то вот такая вот, всё-таки с повреждением кожи. Нельзя в спортзал, бассейн, баню, сауну, солярий, 3 дня после чистки, это очень важно, потому что здесь как раз очень многие делают вот эту ошибку и потом получают усложнение. Использовать одноразовое полотенце. То есть, можно использовать обычные такие бумажные, да, полотенца, там, одноразовые, да, у кого какие есть. Вот, но если не хочется там засорять окружающую среду, кучу одноразового всего, то можно просто купить в каком-нибудь Ашане наборчик из 10, там, или 2 наборчика из таких вот маленьких полотенчиков, и небольших, да, и использовать просто одно полотенце в день, да, утром и вечером мы, допустим, им протерли лицо и кинули в ведро под раковину, да, потом в конце недели прокипятили их, или там хотя бы, чтобы больше 60 градусов была температура воды, которую вы стираете, ну, лучше, конечно, 95, вот, многие машинки это позволяют, просто закинули там все эти полотенчики, и потом на следующей неделе себе опять выложили комплект в корзиночке красивой. Вот, поэтому здесь как раз можно и так позаботиться об экологии, но при этом не обсеменять кожу микробами, пользуясь неодноразовым полотенцем. При проблемной коже это важно. Если кожа нормальная, тогда она прощает некоторые огрехи, действительно, наш иммунитет достаточно сильный, кожа хорошо защищает нас от агрессии внешней среды и всяких микробов, но если кожа поврежденная, с нарушенным гидропидным барьером, то одноразовое полотенце, либо многоразовое, но используемое в сутки один раз, это очень важный момент. Три дня можно применять после чистки актонисепта или хлоргексидин, 0,5% два раза в сутки, но как бы не дольше, потому что мы тогда будем уже нарушать нормальную микрофлору. Если не было сильных повреждений кожи и удаления пустого большого количества, то нет необходимости применять антисептики после чистки, только если есть повреждения, условно говоря, микротравмы, ранки. Не подвергаться естественной инсоляции, разумеется, в течение минимума трех дней, не купаться в водоемах, они тоже нестерильные, и в море в том числе. Поэтому чистки лучше делать тогда, когда вы не планируете таких мероприятий. В течение недели, соответственно, не проводить никаких агрессивных действий, то есть не скрабировать, не пилинговать, не использовать даже ту же земную маску после такой хорошей чистки, а потом уже начинать в регулярном режиме один-два раза в день ее использовать в домашнем уходе. Умываться лучше кипяченой водой или отварами трав, если не лень их варить. Можно гидролаты использовать, можно использовать воду, которая у многих течет из крана на кухне с обратным осмосом, очень хорошо очищенную, не жесткую, мягкую воду, для того, чтобы не провоцировать чувствительность кожи. И, как говорится, водопроводная вода, она бывает довольно-таки агрессивная и жесткая. Так, теперь вопрос. После чистки можно пользоваться фенистил гелия, а можно со своей реакцией так снимать? Ну, если вам помогает фенистил, это все-таки антиллергический препарат, он действительно зуд, покраснение может снимать, недаром его используют как раз для этого, особенно когда насекомые покусали и так далее, помогает он. Вот, при каких-то там дерматитах, да, на эрдермитах тоже фенистил иногда помогает. Ну, он такой довольно-таки слабенький. В принципе, если вы там пару дней после чистки им пользуетесь, и вам он помогает, можно и его использовать. Вот, если именно вот как раз в реактивности кожи дело. Но, в принципе, с тем же успехом можно и любой другой успокаивающий гель взять, например, пробиоскин гельтековский, и сравнить, посмотреть, что будет лучше, да, вот, как вариант. Ну, а травматичная чистка, коротко, я думаю, что эта информация для вас от них не нова. Снятие макияжа, как обычно, соответственно, как мы уже говорили, сосудоукрепляющие есть гельтековские гели. На самом деле, гельтековский сосудоукрепляющий гель самый такой популярный, конечно, это антикуперозный гель, но его надо проверять, делать аллергопробол, то есть смотреть на каком-то участке, на шее, за ухом, может, где-то на лице, на большом участке, потому что там ниацин, то есть никотиновая кислота в форме ниацин, в самой своей такой мощной форме находится. Другое дело, что ее там совсем мало, там есть основной, там все-таки хедлайнерский состав, это сосудоукрепляющие экстракты, конский каштан, вести красные винограды, это троксирутин, но ниацин, там витамин С, но ниацин там все-таки присутствует, он должен стимулировать сосуды, как мы любим говорить, в безопасном для них режиме, но некоторые люди имеют повышенную чувствительность к никотиновой кислоте и реагируют покраснениями, наоборот, а некоторые не реагируют, большинство, процентов 5 людей всего реагируют. Поэтому можно антикуперозные попробовать, пробнички у нас бывают, особенно если есть возможность добраться до нашего ЦДК, там могут их после консультации вообще бесплатно дать. Можно, в принципе, эти маленькие пятюшечки заказать на сайте при желании. Также хорошими сосудоукрепляющими свойствами обладают средства с неацинамидом, поэтому, например, та же сыворотка Сенерджи как раз с антиоксидантами, в том числе 5% неацинамидом, она тоже будет укреплять сосуды. Еще такой не совсем логичный, казалось бы, в контексте данного вебинара препарат, это гель-моделирующий для нижней трети лица. Там тоже кладезь просто всех сосудоукрепляющих компонентов, начиная от конского каштана и троксирутина, заканчивая кофеином и всем прочим. То есть, в принципе, гель для нижней трети лица, такой, который лимфодренажный, он тоже содержит много сосудоукрепляющих компонентов, и может подойти, например, если наносить его на все лицо. То есть, есть варианты. Ищем по компонентам состав. Соответственно, атроматичная чистка. Очищаем салициловый лосьон, энзимная пектиновая маска на 15 минут под пленку. Помним, что при проблемной коже мы никаких массажей по энзимной маске, как мы любим перед антиэричной процедурами, делать не делаем. Только под пленку, только спокойно, только хардкор. Вот, смываем водой. После этого кладем порослуживающую маску Сепбаланс на 15-20 минут. Смываем ее аккуратненько, опять-таки, водой. Далее тоник для жирной кожи. Можно, в принципе, использовать и лосьон концентрат Нео в качестве тоника. Не обязательно тоник для жирной кожи брать. Вот. Делаем вот эту успокаивающую маску прекрасную на 20 минут. Ее оставляем подольше, чтобы кожа совсем успокоилась под маховым полотенчиком. И после этого завершаем либо гелем пектином, либо альфа-дермом, если кожа хорошо переносит миндальную кислоту. Вот. Опционально после этого можно подарсонвалить. Можно по пудре, если поры не очень такие тоничные, зияющие, либо просто по сухой коже. Вот это, собственно, достаточно простой протокол о травматичной чистке. Как видим, мы ничего не давим, мы ничего не удаляем, мы ничего не трогаем, потому что кожа, которой в показаниях травматичная чистка, которая показана травматичная чистка, она изначально вся раздраженная, спаленная такая, ну, очень неспокойная, поэтому мы ничего ей, травмы, никакой стресса не добавляем. Поэтому протокол только средствами. Там мы ее освобождаем от избыток крыговых чешуек, и потом уже, когда подлечим человека, он придет уже на классическую чистку. Вот. Что касается домашнего ухода противоспалительного, здесь важно понимать, это будет уход, который будет заменять частично лечение, да, или уход, который будет на фоне дерматологического лечения происходить. То есть, мы преследуем две цели обычно. Либо мы используем лечебно-профилактические средства, которые сами по себе уменьшают активность сальных желез, воздействия, например, на 5-альпредуктазу, на чувствительность рецепторов сибацитов, к, собственно, дегидротестостерону. Ну, то есть, есть такие компоненты сиборегулирующие и в наших средствах, соответственно, да, или там, допустим, какие-то противоспалительные агенты а-ля серы, которые там мешают гиперколонизации кожи вот этими микробами, да, условно-патогенными, или азолаиновая кислота будет составить. То есть, фактически, там будет то, что может быть логично и в медикаментозном средстве. Но это может быть только тогда, когда у нас не такое выраженное воспаление, то есть, условно говоря, первая-вторая стадия Если же у нас выраженный процесс и дерматолог назначил лечение, зачастую агрессивное, чаще всего это бывает оно, то наш уход, он должен поддерживать кожу, то есть, восстанавливать гидролипидный барьер и минимизировать вот эти побочки от агрессивного лечения. Соответственно, препараты выбора для ухода замещающего частично лечения, да, если можно себе это позволить, то есть, при не очень выраженном процессе это будет стоп-акне, альфа-дерм, очень такая стандартная схема, это утром стоп-акне, вечером альфа-дерм, вот, также демотен используется, например, стоп-акне наносится на участки, а, например, на всю остальную кожу демотен. Надо еще вспомнить о том, что не только лицо может страдать от акне, да, и вот эти все препараты, их прекрасно также можно использовать и салициловый лосьон, и демотен, и стоп-акне с альфа-дерм на все зоны сибарейные, где могут быть высыпания, то есть спина, плечи часто это бывает, грудь, да, то есть еще сибарейные зоны. Соответственно, используем или стоп-акне утром, альфа-дерм, вечером, или стоп-акне с демотеном утром, да, альфа-дерм, вечером. Предварительно мы после очищения наносим, например, тоник сибобаланс матирующий, если кожа жирная, да, то есть если кожа жирная или комбинированная с жирной Т-зоной, очень хорошо работает матирующий тоник. Я вам сейчас покажу и покажу один такой момент. Вот этот тоник из новинок, из наших, в нем тоже активный компонент коламин. Вот, коламин здесь на самом деле содержится тоже в минеральном таком, в осадке, да, то есть это двухфазный лосьон, для нас это новая текстура, это суспензия. Вот, и он требует тщательного взбалтывания перед применением. То есть мы прям, вот если он долго стоял, вот мне, например, нужно раз двадцать его встряхнуть. Вот если я каждый день пользуюсь, например, у меня дочка-подросток пользуется, вот, то есть каждый день то буквально там четыре раза встряхнула и уже он разошелся. Вот чтобы у нас на попочке флакона не было осадка. Вот, то есть мы его хорошенечко встряхиваем и потом на ватный диск и протираем. Вот, очень хорошо успокаивает кожу, снимает зуд, какие-то вот такие вот покраснения бывают. Он еще и для чувствительной кожи очень хорошо подходит. Вот его как раз используем утром, а вечером можно использовать, например, либо с алициловолосьем, либо тоник с ахакислотами. Ну и, соответственно, всегда нам нужно убирать закупоренные поры и гиперкератоз при помощи энзимно-пектиновой маски один-два раза в неделю вместе с маской с хаолином. Вот, если же уход на фоне дерматологического лечения, да, как вот назначен адопалентом, назначены там другие какие-то препараты, то мы подбираем максимально мягкие гелевые, как правило, или флюидные легкие основы, легкие текстуры, которые будут у нас фактически восстанавливать наш гидролепидный барьер, восстанавливать микробиом, работать с иммунитетом кожным, то есть способствовать заживлению, например, более быстрому разрешению воспалительных элементов. То есть это будет дематен, пробиоскин, можно, например, утром дематен, вечером пробиоскин. Если много каких-то микротравм, которые требуют заживления, именно вот при акне эскариатика, то есть экскорированном акне, то гель-интенсив регенерация нам в помощь, которая заживляет моментально все, вот, чтобы они быстрее заживали. Поэтому можем комбинировать, например, утром дематен, вечером регенерация, или утром пробиоскин, вечером регенерация. Вариантов много, всем подходит по-разному, то есть кому-то больше нравится бирдематен, кому-то больше нравится пробиоскин, прямо очень хорошо снимает чувствительность, очень обожают его люди, вот, за счет того, что он для чувствительной кожи очень хорошо помогает, подходит. Вот, и, соответственно, ну, регенерация, понятно, там, ему равных нет способности заживлять что-нибудь. Вот, в качестве тоников мы можем использовать какие-то, наоборот, сосудокрепляющие препараты, например, лосьон концентратнео, очень хорош для пациентов с розацией, и вообще, когда есть проблемы с сосудами. Опять-таки, можем с утра использовать, например, тоник, матирующий себе баланс, если кожа жирная, либо, если она там не очень жирная, просто балансирующий тоник для жирной проблемной кожи, а вечером, например, используют лосьон концентратнео. То есть логика понятна, да, то есть там мы фактически заменяем лечение препаратами с какими-то активными компонентами противовоспалительными, а здесь мы помогаем лечению, точнее, помогаем пациенту его более комфортно пережить. Ну, и если сильная жирность кожи, да, и не нужно использовать БРСПФ, например, в осеннее время, да, нам как раз очень хорошо пригодится матирующий флюид. Ну, просто летом, в жару, не все любят такой слоёный пирог на лице, а поэтому матирующий, какая-то сыворотка, потом матирующий флюид, потом еще СПФ, это будет многовато. Просто кожа будет потеть под этим слоёным пирогом, а когда мы сможем просто матирующий флюид, например, наносить, и на него, например, декоративную косметику какую-то, то это будет тоже оптимальным вариантом. Он держит сальность от 3 до 5 часов, как правило, ну, зависит от интенсивности, работы сальных желез, и его, как правило, используют днём. Плюс у него накопительный эффект, вот, который создают сиборегулирующие компоненты, там их очень много, которые, собственно, дадут со временем, удлинение вот этого времени, насколько хватает, как говорится, эффекта уменьшения жирности, то есть матирующего эффекта. И там микроспонжики, которые сразу дают матовость, да, и вот все сосудоукрепляющие компоненты, которые, и сиборегулирующие, которые помогают уже в процессе накопить вот это вот уменьшение активности сальных желез, соответственно, у нас будет меньше жирниц кожи. Ну, и SPF, SPF обязательно, мультипротектор SPF 50 oil free, 50 плюс oil free, либо гель-праймер, антиоксидант протекшн праймер, прозрачный SPF тоже, если нужна там какая-то водостойкость или нужно действительно какой-то камуфляж использовать, можно на него наносить, правда, я подозреваю, что его сейчас нет в наличии, но просто имейте в виду про наш антиоксидант протекшн праймер SPF 30, у него очень оригинальная текстура прозрачного геля, который защищает от солнца. Смывать все солнцезащитные средства лучше с гидрофильным маслом. И для как бы антиэйдж вариантов, да, мы дополняем уход, например, крем-сывороткой для век с эффектом рифтинга на область глаз, да, и если нам нужно, как говорится, дополнить еще уход антиэйдж-средствию, то мы подключаем достаточно сильные антиэйдж-средства, чтобы немного их использовать, да, встраиваем в эту рутину, то есть это будет Сиэнерджи, это будет 5 пептидов, опять-таки, крем-сыворотка для век с эффектом рифтинга, то есть, в принципе, эти препараты будут работать именно с возрастным уже лицом, с проблемной кожей. Вот, в осенне-зимний период в первый наш вот этот вот блок, уход лечения может добавиться ретинол, потому что он тоже обладает противооспалительными свойствами. Вот, ну и парочку примеров уже, чтобы закончить, при молодой проблемной коже, например, как можно сформировать рутину, щадящее ощущение утром и вечером с гелем очищающим, тоник, матирующийся баланс потом, потом стоп-окне нанесли тонким слоем либо на участке с воспалением, либо на все лицо. Вот, если не на все лицо наносим, то можем нанести еще демотен или пробиоскин. Вот, утром, если индекс инсоляции, смотрим в прогнозе погоды, да, позволяет с маленьким СПФ выйти или вообще без СПФ, значит, ориентируемся на индекс инсоляции, если УФ-индекс выше там 3-4, то наносим уже солнцезащитные средства. Вечером обязательно двухэтапное умывание с антиоксидантом гидрофильным маслом плюс мус очищающий. Вот, ну, опционально можно и гель чаще использовать, кому что нравится, какая текстура больше, как говорится, пойдет. Вот, и дальше отшелушивающий лосьон салициловый с 2% салицилкой и коруевил, и дальше стопакней, либо обновляющий флюитальфодерм. И 1-2 раза в неделю такой вот уже уход направлен на глубокое очищение, то есть изземная маска и после нее просуживающийся баланс. Вот, соответственно, если назначено медикаментозное лечение, то, как я уже говорила, уходом убираем по бочке. То есть мы активные препараты там с азолаиновой кислотой, с миндальной кислотой заменяем на более нейтральные препараты, восстанавливающие гидропидные барьеры и нормальную микрофлору. То есть демотен, пробиоскин, пектиновый гель. Соответственно, если мы в осенне-зимний период вдруг используем ретинол, ну это как раз больше будет характерно не для молодой кожи, а уже кому исполнилось там, допустим, 30 лет, то салициловый лосьон перед ним не используем, заменяем на тоник для жирной проблемной кожи. Предваряю, может быть, какой-то вопрос возникший, да, у кого-то может, меня просто спрашивали часто, можно ли наш ретинер теперь использовать не для возрастной кожи. Да, можно на самом деле и в 22, там и в 25 можно использовать ретинер именно с целью противоспалительной. То есть бывают такие ситуации, когда человек наотрез не хочет использовать синтетические ретиноиды, ему очень плохо от диферина, от клинзита, тем более от эфизела, вот, то есть он не хочет хотеться раздраженно шелущащейся кожи, а, например, ретинер 0,25 он более мягко действует, да, при этом немножечко все-таки активность воспаления уменьшает, плюс неоцинамид уменьшает сальность желез, да, и за счет этого тоже воспаление остается меньше. И, в принципе, при такой, скажем так, не очень выраженной форме акне, когда медикаментозное лечение не совсем нужно, можно ретинолом попытаться заместить комплайнтность, так сказать, пациента будет лучше, допустим, к нему, нежели там к тому препарату, который он просто попользуется несколько дней, весь покраснеет, обшелушится и бросит. Вот, можно заменять, но осторожно, потому что все-таки лечим мы обычными медикаментами, а ухаживаем косметикой. Вот, ну и пример домашнего ухода для зрелой проблемной кожи, тоже щадящее очищение, тоник для жирной проблемной кожи, сразу указала я PH его, да, чтобы вы не боялись, что мы, например, пептиды нанесем на кислый тоник. Тоник для жирной проблемной кожи, у него нейтральный PH, поэтому мы можем спокойно нанести 5 пептидов, а уже после 5 пептидов мы можем нанести, например, локально на те участки действия воспаления стоп-акне. И стоп-акне, он тоже не навредит пептидам, потому что у него тоже PH в районе 5,5, да, и который не будет разрушать пептиды мерилаксанты, которые не любят PH ниже 4. Вот, соответственно, утром мы обязательно защищаем кожу, особенно зрелую, да, средством солнцезащитным, потому что все-таки при зрелой коже, как мы в самом начале обсуждали, пигментация – это распространенный недостаток. Вот, ну а вечером, как обычно, двухэтапное умывание, мы можем использовать тоник с ахокислотами, если есть сосудистые проблемы, можем лосьон-концентрат нео в качестве тоника использовать вообще для возрастной кожи. Чем старше человек, тем больше ему нравится лосьон-концентрат нео. Я самая фанат лосьона-концентрата нео, честно говоря. То есть можно его подключить. Обновляющий флюид альфа-дерм мы можем использовать, тогда уже не будем использовать перед ним, естественно, пептиды. Вот, альфа-дерм сам по себе является и антиэйдж-препаратом, то есть он работает и с пигментацией, и с… дает эффект лифтинга, да, и на зону вокруг глаз и шеи можем еще донести крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга. Вы помните, что зона вокруг глаз еще похожа по структуре на зону шеи, поэтому все, что подходит хорошо для век, хорошо и для шеи. Пептиды тоже очень хорошо укрепляют шею, и вот эти вот кольца венеры становятся менее выражены, если мы используем 5 пептидов, например, регулярно. Вот, также можно встраивать сиэнерджи, допустим, если нужны антиоксиданты больше, человек, грубо говоря, только что приехал из отпуска, где он загорал или еще что-то, или он там на даче живет под солнцем, постоянно огород копает, то сиэнерджи будет очень нужно, потому что антиоксиданты нам позволяют избежать антиоксидативного стресса и предотвратить фотостарение по возможности. Альфадерм можно заменить на ретинол либо чередовать с ним. Если кожа очень плотная, жирная с гиперкератозом, то допустимо использование и ретинола, и кислот, но, естественно, не в одной рутине, то есть не в течение одного дня, а разносить по времени, по дням. Например, 3 раза в неделю ретинол используется вечером, да, остальные дни, например, используется миндальная кислота в виде сыворотки альфадерм. Вот. Соответственно, почему-то я 2 раза тратильную чистку дома я специально вынесла как бы в отдельный слайд, но это больше для тех, кто дома будет это делать для обычных людей, неотягощенных косметологическим образованием. Вот. Самый простой вот этот вот процесс глубокого очищения, щитящее очищение муссом или гелем, да, соответственно, если была косметика какая-то, камуфлирующие средства или СПФ, используем предварительно гидрофильное масло, его в отличие от гелия и муссов наносим на сухую кожу, а гелия и мусс наносим на влажную. Вот. Отшелушивающий лосьон, энзимная пектинная маска под пленочку на 15-20 минут, смываем, потом наносим маску глиняную Себа Баланс на 15 минут, смываем, дальше тоник с ахокислотами и обновляющий флюид альфадерм либо гель пектиновый. Предпочтительнее альфадерм, но если очень чувствительная кожа, кислота, прям вообще никак не воспринимает тогда пектиновый гель, но если кожа очень чувствительная, тогда и энзимная маска будет, возможно, мне очень комфортно. Вот. Соответственно, вот как бы, наверное, все, что я хотела вам рассказать, да, я еще бонусом сюда два слайда присовокупила со всесезонным пилингом, потому что скоро у нас уже наступит осень и можно будет уже более, скажем так, не так осторожно, да, использовать всесезонный пилинг, хотя он всесезонный, а миндальная кислота в нем, почему я его именно сюда привнесла к этому вебинару, потому что миндальная кислота, она, мы помним, обладает хорошими антибактериальными свойствами, поэтому иногда для кожи проблемной, когда она в такой, ну, под острым состоянием, более таком, ближе к ремиссии, да, когда, конечно, нет обострения и киперчувствительности, можно делать миндальные пилинги курсом раз там в 7-10 дней и это тоже дает хороший результат именно при как раз комедональной форме акне, при склонности к вот этому гиперкератозу, когда тусклая кожа, грубая, вот, и тут у нас вопросик еще упал от Юли, важна ли последовательность нанесения пептидов, слышала два предположения к мнению, одно, что пептид надо носить на сухую кожу, чтобы было воздействие, другое, что надо носить на влажную тонику кожу, прицепление увеличивается, на самом деле не нужно над этим, я так бы сказала, заморачиваться, смотрите, единственный момент, следите за тем, чтобы тоник ваш не был таким тонером, самодостаточным продуктом, который будет создавать такую пленку, окклюзию на кожу дополнительную, то есть будет такой гелеобразный, может быть, плохо впитываться, или какие-нибудь, может быть, даже солюбизирование масла, некоторые тоники содержат, бывает такое, вот на такие продукты, как сыворотка, вот 5 пептидов лучше не носить, поэтому, наверное, та рекомендация, которую вы слышали по поводу сухой кожи, имеется в виду просто на свежеочищенную, хорошо, как говорится, очищенную кожу сразу после умывания, ну и тонизации обычным тоником, то есть когда мы протираем кожу напрерватным диском, каким-то жидким тоником, который у нас просто дочистит кожу от остатков ПАФ, восстановит ПАШ и уберет остатки балластных веществ, которые были в не очень идеально чистой водопроводной воде, соли там всякие и так далее, вот, поэтому, да, тонеры я бы не стала использовать, потому что беспиртовые тоники, жидкие, вот которые как просто жидкость, вот которым можно орошать лицо, наш там, например, тоник с для жирно-проблемной кожи, пожалуйста, можно перед пептидами наносить, ну, любые практически, там, тоник с гидролизатом коллагена, алоэ вера, вот, например, тоник с гиалуроновой кислотой, который немножко гелеобразный, я вот меньше люблю, как говорится, рекомендовать перед питью пептидами, хотя они, в принципе, нет проблем в их сочетании, то есть, если вы на ватный диск используете тоник, хорошо протер лицо, он впитался полностью, да, то есть, как бы, вы дальше можете нанести 5 пептидов, слегка обтереть в те зоны, где миролаксанты должны более активно поработать, ну, как положено их наносить, вот, но в целом, просто, у нас достаточно локаличный, простой состав у этого тоника, а, например, у тонеров корейских, там, вообще, много чего может быть, вплоть, как я уже говорила, до солюбилизированных масел, да, и, то есть, там, на половину тоник, уже на половину самостоятельный препарат, сыворотка, эссенция какая-то, вот, поэтому, вот, на них бы я не стала рекомендовать, да, азиатские тонеры не стоят, наверное, лучше жиденькое какое-то средство использовать для тонизации и нанести пептиды, и главное, не наносить сразу после кислых тоников с кислопаш, да, или, ну, то есть, если вы используете тоник сахокислотами, прямо очень надо после него нанести пептиды, тогда просто подождите, там, минут 30-40, да, и паш восстановится, и, в общем, вам тогда уже будет не страшно наносить пептиды, и сразу, под кислые средства, такие, как, например, альфодерма, не надо. Влажная кожа, не думаю, что сильно увеличит их проницаемость, потому что, все-таки, их проницаемость зависит от тех энхансеров, в которых они растворены в средстве, вот, поэтому, ну, просто, когда вы только свежеумыты, да, только что протерли с тоником, понятно, что кожа воспринимает препарат лучше, поэтому, я не думаю, что она сильно увеличит, но, как бы, если у вас кожа уже после умывания, там, вы полчаса-час там погуляли, и где-то, если она жирная, она выработала еще кожного сала дополнительно, да, то, ну, может быть, тогда нужно ее еще раз протереть тоником, нейтральным, и нанести 5 пептидов, ну, мне так кажется. На самом деле, каких-то вот мал-мальски, доказательно эффективных исследований на эту тему я не встречала. Да, пилинг без нейтрализатора, сейчас прямо вот, чтобы нам уже не задерживать никого, мы, я сейчас сюда перелисну на протокол, да, протокол у него простой, это гелевый пилинг, это коллоидная система, он очень поверхностный, он не, он такой щадящий, то есть он практически не вызывает шелушения, очень редко, когда вызывает мелкопластинчатое шелушение, поэтому его можно как флеш-пилинг на выход использовать один слой в 5 минут, там, и даже бывает, что и 10, такой дает гладкую кожу, такую натянутую, вот, но при этом не будет человек шелушиться и не будет никаких покраснений, заражений. А в стандартном использовании это очистить кожу, соответственно, протонизировать ее, подсушить, защитить чувствительные зоны, барьерным средством можно использовать наш гель Церамин Скинсейвер, например, ну, обычно эти зоны, это вокруг рта, возле крыльев носа и вокруг глаз. У кого-то, когда татуаж бровей, что же на брови нежелательно, чтобы показал, попадал пилинг. Вот, соответственно, потом мы распределяем пилинг, в перчаточках пенетрируем его массажными движениями, после этого ждем пять минут, да, потом еще раз, да, наносим еще один слой, например, да, то есть стандарт от одного до трех слоев, да, чем грубее кожа, там, тем больше хочется глубоко, ну, такое воздействие более сильное, тем, как говорится, больше слоев, два или три получается. вот здесь, в отличие от спиртовых пилингов, надо понимать, что нанесение последующего слоя, оно не создает более глубокое проникновение, оно просто позволяет вот этому впитавшемуся уже подсохшему гелю опять подраствориться и новую порцию кислоты получить, да, кожа нанести ее, поэтому мы каждый последующий слой опять немножечко втираем, да, для того, чтобы он лучше пенетрировал, и вот последний слой у нас получается третий, соответственно, на пять минут, общая экспозиция 15 минут получает. Соответственно, потом мы его смываем большим количеством воды комфортной температуры, то есть такой еле теплый, он нейтрализатора не требует, вот, и, соответственно, для того, чтобы наиболее такой оптимальный результат достигнуть, надо сделать пять-шесть процедур, ну, минимум четыре раз в неделю, да, или там раз в десять дней, кому как удобно, вот. При чувствительной коже, при обострении, там, окнорозация, при поврежденной коже, при обострении герпетической инфекции, соответственно, мы никакие пилинги не используем, и то же самое мы не делаем, если у нас человек принимает пероральный системный изотрицинаин. Вот, сотретро, окутанный и аналоги. Собственно, Собственно,